Сегодня в ЛНД прошли соревнования по скоростному подъему на высотное здание. Мероприятие открыли торжественным подъемом флага под звуки гимна МЧС Бурятии и напутствием спортсменов. Сегодня у вас всех еще и раз есть прекрасная возможность показать, что профессия пожарного требует не только высоких морально-психологических качеств, но и серьезной физической подготовки, развития специальных силовых качеств. Состязания проходят на скорость. В зачет идет как личное, так и командное время. Если не учитывать, что дыхательный аппарат и амуниция весят более 30 килограммов, можно сказать, что огнеборцы бегут налегке. Ведь в боевых условиях к этой экипировке еще добавляются спасательные инструменты и приборы пожаротушения. Отчущения, конечно, классные. Эмоции переполняют. Тяжело, ничего. Можно. Сложно было? Сложно. 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 Да. Последние пять этажей были самые сложными. Но ничего, я справился, спустился. По словам Максима, подготовка проходила еще с большими весами, чтобы на финальном забеге показать лучший результат. Так, в прошлом году его команда заняла второе место. В данном соревновании принимают участие 10 команд. От каждой команды по три человека. То есть три газового защитника, три пожарных. Условия соревнований подняться на 20 этаж и спуститься. Такие соревнования среди пожарных республики проходят с 2019 года. В этом лучший результат показал Дмитрий Луценко из сборного отдела пожаротушения. Он преодолел 20 этажей за 3 минуты и 34 секунды. Второе место занял Павел Иванов из СПЧ-1, уступив лидеру всего одну секунду. А Александр Спиридонов из СПЧ-2 в итоге остался третьим. Именно эта тройка представит Бурятию на соревнованиях Дальневосточного федерального округа. Иктина Лестратова, Татьяна Усольцева, Жаргал Цариндашиев. Новости дня.